Итак, дорогие друзья, закончил я уроки писать, значит, очень-очень подробно рассказал. Я просто сейчас покажу, что мы добились. Значит, а потом уже, то есть мы с вами настраивали по HR, настраивали, устанавливали все, все устанавливали, все, аж 19 сроков получилось подробно. В результате мы получили и возможность работать быстро в среде, то есть на обычном порте, чтобы быстро править ошибки. Настроили сервер apps.ru, который работает на домене, настроили и создали базу MySQL, настроили базу данных у нас в HR. То есть теперь MySQL стоит, установили настройки в SGI, создавали ссылки, настраивали апач, апач настраивали, настраивали php-админ, настраивали php. В общем, получилось аж 19 сроков. То есть первое создавали в проект в HR, создали, но это мы умеем, это неинтересно. Потом устанавливали библиотеку PyMSKL для того, чтобы наш проект Django соединялся с базами данных MSKL. Устанавливали Apache 2 и в SGI, запускали в SGI. Потом настраивали, наш сайт назывался apps.conf, вы там по-своему, настраивали apps.conf для Apache. Потом добавляли виртуальный хост. Потом проверяли виртуальный хост и включали. Я уже такие мелкие шаги разбил, чтобы уже каждый сделал, потому что ориентировался на новичков. Добавляли наш сайт в папку хост. Прописали, ну называют Django в SGI, mod в SGI, мы назвали apps в SGI, в SGI настройки. Сделали алиасы для быстрых, некоторые фишки. Переписали alovethost, чтобы оно заработало. Устанавливали PHP. Потом устанавливали MySQL сервер. Устанавливали PHP-админ, чтобы отображались базы. Делали символную ссылку. Исправляли ошибки, так как PHP-админ начал брейкаться и решил новичков научить, как исправить ошибки, если они получились. Создали базу данных MySQL в проекте. И заключение, в общем, уроков получилось много. Весь код и все дал в уроках. Курс, как обычно, мои курсы это видео уроки. Сейчас я их буду размещу. Пока только вам покажу, что уроков действительно много. Ой-ой-ой, где они у меня? Вот, получилось аж 19 уроков. Короче, дофига. Вот, но, ребят, теперь я уверен, что каждый из вас настроит сервер. Да, то есть, и у каждого из вас все это заработает. И будет у вас локально работать и Apache. И, значит, в Paychar будете работать, будет база MySQL, будет работать МОС в СГИ. В общем, все будет классно. Ну, а для новичков, которые первый раз смотрят, я расскажу две вещи. Сейчас я подробно расскажу еще кое-что. Значит, ребят, повторяю первый раз еще. spb-tut.ru Вот отсюда надо начинать. Уроки надо будет искать на сайте уже другом. Это продолжение. python-tut-tut.ru Ссылки есть в описании видео. Но для начала я хотел рассказать, что мы делали, что вот вы первый раз смотрите. Да, уроки будете переходить, но хотел прорисовать. А сами настройки в уроках мы подробно все это копаемся с кодом. Это уже дело важное, конечно, но оно сделано. Итак, ребята, давайте прорисуем. Мы с вами работали в Paychar. Зачем нам работать в Paychar? Paychar это очень мощный комбайн для Python, для Django и вообще для Python. Я за 4 года, за 5 или за 6 все возможности так и не использовал. Чего-то только нет. Значит, мы с вами, получается, что сможем работать. У нас и хост будет запущен на сервере. А Paychar нам даст быстро проявить код. Будет запускаться на другом порте своем 127, чтобы мы быстро работали в проекте. Итак, у нас с вами мы в Paychar создавали проект. Я новичок в Linux, поэтому что-то Paychar. Дальше мы с вами что делали? Мы с вами устанавливали Apache. Apache 2. Просто я поясняю, что мы делали целых 19 уроков. Значит, он у нас установился в папку Ads. И вот он. Значит, мы что делали? Мы, во-первых, с вами создавали наш сайт Apps. Апс прописывали конфигурацию, потом включали наш Apps. И в конце концов получили, что даже если мы выключим Paychar, даже если мы выключаем Paychar, то наш сайт продолжает работать. То есть это сервер. Но Paychar это только среда. А мы работаем с Python. Мы создавали, в школе создаем проекты в Paychar. И поэтому виртуальное окружение все у нас делает Paychar. Ученики школы это знают. Ну, а кто придет научится. И само собой Django. Это тоже мы делали в Paychar. Но Apache не понимает запросы с Django. Поэтому мы с вами устанавливали мод WSGI. WSGI сервер, которого прописывали настройки. И именно WSGI сервер получает запросы от Django и передает их Apache. И при этом получается, называйте это как хотите, промежуточный сервер, драйвер, как хотите. Но теперь при помощи WSGI, правильных настроек, Apache нас понимает. А что мы настраивали конкретно WSGI в процессе уроков? Мы настраивали, во-первых, путь к нашему виртуальному окружению. Я показывал в уроках. То есть, где виртуальное окружение. И благодаря этому Apache знал, какую именно виртуальное окружение запустить, какую версию Python, какую версию Django и так далее, и так далее. Как связаться. То есть, я надеюсь, что это понятно. И какой проект запустить. Вот благодаря WSGI, вот он и знал. Просто поясняю, что новички могут... Я то объяснял в уроках, но кто первый раз смотрит, зачем все это вообще. Далее нам понадобилась база MySAKL. То есть, мы с вами ставили MySQL сервер. И чтобы было работать нам удобно, мы ставили к этому PHPMyAdmin. А так как это PHPMyAdmin работает на PHP, то нам пришлось еще поставить, само собой, язык программирования PHP. И там были ошибки, и мы с вами вместе их исправляли. И в результате мы получили... Да, мы вот исправляли, получали ошибки разные сначала. Но я постарался вместе с вами исправить. В результате мы получили возможность локально работать с PHPMyAdmin, то есть создавать базы. Вот мы создали свою первую базу АПС. Потом поменяли настройки в пейчаром, настроили саму пейчаром. И у нас теперь начал проект, если вначале работал на базе SQLite, а теперь начал работать очень хорошо на MySQL. По этому принципу вы можете установить абсолютно любую базу. И приятно, мы создали базу, проверили все таблицы, запомнились, то есть все у нас заработало. То есть вот такую конструкцию мы наградили. Теперь, по крайней мере, вы, кто первый раз смотрит, понимаете, зачем все это делали. Все это мы делали, целых 19 уроков по шажкам. То есть, когда вы посмотрите уроки, то все командочки, я показывал в видео, и в описании урока все они есть еще в текстовом режиме. Ну и еще раз повторю, для новичков, кто первый раз смотрит видео и нашел с этого, то начинается лучше обучение с spb-tut.ru. Тут мы изучаем Python с нуля, с Django работаем, знакомимся. А сами уроки находятся на сайте python-tut.ru. Это продолжение. Здесь возьмете «Смотреть курсы». И в Linux вы обязательно найдете развертывание Django по HR, Django плюс Python 3, Apache 2, мод в SGI, MySQL, PHP, Admin. Ну, слава богу, уроки я написал очень подробно. И надеюсь, что каждый из вас с этим теперь справится. Спасибо. С вами был Валерий Бушновский. Успехов. Все, ребята, получится. А видео писалось в XUBUNTO.